Пока будут вопросы, можно посмотреть на то, чего Лоренц не видит. Это что происходит, если запустить по аттракту Лоренца пучок очень близких систем с очень близкими параметрами. Они, во-первых, сразу расходятся надвое, а потом начинают красиво рассинхронизироваться. Пожалуйста, вопросы. А вот эти уравнения Лоренца, они все-таки погоду предсказывали? На тот момент они были очень неплохим прогнозом. Почему синоптики очень не полюбили эту работу? Эти уравнения Лоренца показывали, что нет смысла предсказывать погоду больше, чем на день-два. С тех пор количество метеостанций увеличилось на два порядка. Количество вычислительной мощности, доступное метеорологам, увеличилось примерно в миллион раз. Это позволяет предсказывать погоду уже на 3-4 дня с хорошей точности. Но если мы еще раз повторим этот подвиг, это продлит прогноз примерно на 6 часов. То есть с этой идеей, с этим подходом очень сложно выбивать бюджет. Еще раз запустится? Ну ладно. Читайте прогноз правильно, да. Да, там еще вопросы. Да, мы вперед. Может ли оказаться, что, ну что это значит в плане, например, физиологии человека? Может ли оказаться, что всякая фигня, про которую мы сейчас думаем, что она не работает, происходит, например, гравиопатии. На самом деле, она создает ту самую микроскопическую разницу в организме человека, который пил и зараженную воду или не пил. Или верит, или не верит. Я не знаю точно. Метаболизм человека работает благодаря самоподдерживающейся критичности. Клетка должна находиться в критичном состоянии, чтобы молекулы, которые летают по ней случайно, могли встречаться достаточно часто, и там стабильно проходили химические реакции. Но если мы пьем воду, в которой нет ни одной молекулы действующего вещества, то это пока что для нас на уровне камня в соседней галактике. Мы пока не дошли до такой точности, поэтому мы просто не знаем. Не знаем — это не значит «да» и не значит «нет». Да. А, например, образование метастаза — это похож на процесс, который описывается катетически? Может, у нас самая критическая система, а не так, наверное? Я не знаю. Пожалуйста. Я хочу в продолжение первого вопроса спросить, а как все-таки удается предсказывать, по-моему, хотя бы дать три дня, если взвод открылого фармочки? Вообще-то никак. Если вы когда-нибудь планировали процессию на солнечный день, то... С трудом. С трудом. Да какой-то, ну, везде система описывается уравнениями, начальными условиями. Системы хаотические не ведут себя случайно или совершенно непредсказуемо. Они похожи на случайные, но принципиальная разница в том, что при этом они детерминированы. Они абсолютно точно, ну, описываются какими-то уравнениями, например. Мы не знаем точных уравнений для погоды, но, в принципе, мы можем утверждать, что они есть. Штука их в том, что эти уравнения очень неустойчивы. То есть при малой разнице в начальных условиях они приводят к большой разнице через сколько-то шагов. Но все-таки сколько-то шагов должно пройти. На один шаг после начальных условий мы можем сделать предсказание даже абсолютно точное. На два шага погрешность увеличивается. Штука в том, что в классической системе погрешность увеличивается линейно с ростом прогноза, а в хаотической системе погрешность увеличивается экспоненциально или даже быстрее. Но все-таки какой-то запас у нас есть. Старая, добрая, известная фраза «Я знаю, что я ничего не знаю». Есть первая тактопка этой теории? Ну, может, какой-то далекой, если вам так удобнее. А значит ли это, что теории о том, как началась наша Вселенная, и что было 100 миллионов лет назад с планетами, и на каких они были орбитах, это... Имеет ли это обратную силу – хороший вопрос. Поскольку прогноз вперед – это все-таки не совсем прогноз назад. Теория хаоса очень тесно связана с энтропией. Мера хаоса – это и есть мера энтропии. Стрела времени описывается энтропией. То есть предсказывать энтропию вперед – намного менее благодарное занятие, чем смотреть, как уменьшалась энтропия позади нас. В общем, это обширная тема. Я не возьмусь сейчас отвечать на этот вопрос. В общем случае – нет. Определять события позади нас мы можем точнее, чем впереди. Но да, Вселенная в целом хаотичная система, и то, насколько хорошо мы знаем ее начальные условия, очень сильно влияет на то, что мы можем предполагать о текущей Вселенной. Именно поэтому изучать Большой Взрыв так важно. Это не пустая отрата умственных сил. Опять же, одно это можно? Да, его хватает пока что. Это самые большие проекты человечества на данный момент. Еще? Нет? Спасибо.